Можно ли голодать неделю? Последствия для здоровья. Многие люди готовы на любые жертвы, чтобы быстро обрести стройную фигуру. Некоторые согласны ради результата вообще не употреблять пищу. Но что будет, если отказаться от еды на неделю? Неделя – срок, в течение которого можно голодать без значительного ущерба для здоровья. Прежде чем решиться на такой эксперимент, узнаете, что произойдет с вашим организмом. Что случится, если начать голодать? Вы рискуете красотой своей кожи, волос и ногтей. Даже при самом строгом голодании следует принимать витамины, чтобы несколько смягчить возможный ущерб. Когда человек отказывается от пищи ради похудения в течение 7 дней, его организм не получает глюкозу, являющуюся основным источником энергии. В течение первых трех дней ее недостаток замещается кетоновыми телами, образующимися в результате расщепления жировых запасов тела. Однако только кетоновые тела не могут обеспечить требующееся мозгу количество глюкозы. Через три дня голодания мозг израсходует весь небольшой запас глюкозы, присутствующий в организме. Затем в расход пойдут белки, организм будет съедать сам себя. Килограммы начнут таять, но вместе с ними уйдут и мышцы. Внимание! На четвертый-пятый день иммунитет ослабнет. Можно подхватить любой вирус, бороться с которым организм будет не в силах. Что произойдет после завершения голодовки? Когда голодающий перейдет на привычный рацион, напуганный организм начнет запасаться на случай нового голода. Вся еда будет превращаться в жир и перерабатываться в кетоновые тела. В результате вес снова вернется, но лишние килограммы будут целиком представлять собой жировые запасы. Какой потери веса можно добиться в результате недельной голодовки? Количество килограммов, которое можно потерять в результате голодовки индивидуально. Обычно таким образом можно сбросить за неделю 5-10 килограммов. Однако такого же результата можно добиться при строгой 8-9-дневной диете. Внимание! Видимое уменьшение объемов будет связано с потерей не жировых запасов, а мышц, которые тяжелее жира. Кому не подходит голодовка? Жесткие методы борьбы с лишними килограммами не подходят тем, у кого вес стабилен в течение многих лет. Воспользовавшиеся таким способом смогут сбросить лишь около 2-3 килограммов. Им больше подойдут сбалансированные диеты длительностью не менее месяца. Рекомендуется использовать средства, поддерживающие упругость кожи и предотвращающие появление растяжек. Голодовки имеют ряд медицинских противопоказаний. Нельзя прибегать к таким радикальным мерам, если вы перешагнули 60-летний рубеж, недавно перенесли серьезную болезнь или хирургическое вмешательство. Страдаете энцефалопатией, сахарным диабетом, тиреотоксикозом, заболеваниями крови или ишемической болезнью сердца. Молодая мама, кормящая или недавно переставшая вскармливать грудью. Находитесь в преддверии менопаузы. Внимание! Голодать не рекомендуется подросткам и людям с различными новообразованиями. Когда полезно отказываться от диеты? Голодание может рекомендоваться врачами. Физиологическое голодание рассматривается как очищающая процедура, позволяющая избавиться от шлаков и токсинов, омолодить свой организм. Издревле люди отказывались от пищи, когда болели или были ранены. И сегодня такой метод терапии показан при простудах и гриппе. Такую подсказку дает сама природа, когда резко снижает аппетит заболевшего человека. Энергия, расходовавшаяся на преобразование пищи, станет тратиться на борьбу с микробами. Помните, перед тем, как решиться на голодание, следует проконсультироваться с врачом. Стройное тело не стоит загубленного здоровья. Дорогие друзья, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ваша поддержка очень мотивирует нас.